Доброе утро! Мы переместились на улицу, потому что здесь встречаем нашу гостью. Итак, 2 июня на Арт-Берегу пройдет первый день прочтений. Дни прочтения, это чтения с интересными жителями и гостями Красноярска. В нашей студии, хотелось бы сказать, в нашей зеленой студии, можно так сказать, Ирина Семенихина, заместитель директора по развитию Центра продвижения молодежных проектов «Вектор». Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что будут люди просто читать книжки публично? Как это выглядит? У нас на Арт-Берегу, в нашей любимой арт-беседке, в этом году четверг ознаменован именно днем прочтения, когда мы все можем прийти и окунуться в нашу любимую литературу, причем дни будут тематические. Это будут не только чтения нашей литературы, где вы можете узнать что-то новое из произведений, но также будут интерактивные локации, будут прекрасные фотозоны, то есть они будут тематические под каждый день. А также игра бродилков, в которой вы можете проверить различные знания по вашим литературным знаниям, простите за тавтологию. Кто будет участвовать? К участию приглашаем всех жителей и гостей города, которые будут прогуливаться к набережной. Просим специально приходить, это будет все в арт-беседке с 6 до 9 вечера, каждый четверг. Нужно ли заранее как-то записываться, говорить о своем желании? Приветствуется, конечно, мы всегда приветствуем общение непосредственно с организатором, потому что все понимают, да, что это уличная площадка, и что если вы захотите к нам прийти и заявиться, к примеру, на турнир по скорочтению, то у нас должны быть ваши какие-то обратные контакты, чтобы мы вам могли сообщить, к примеру, что погода плохая, либо мы переносим по времени, либо площадку, допустим, переносим на, господи, в палаточную. Палаточную, да, да, да. То есть, кроме просто чтения интересных произведений, у вас еще будет и скорое чтение. Конечно, конечно. На скорость? Да. А давайте сейчас попробуем на скорость посередоваться, почитать. Давайте, давайте. А мы будем что, мифы Древней Греции читать? Да, у нас первая тема на прочтениях, это непосредственно античная литература, с нее все у нас началось, так сказать, древнеегипетская литература в это время была только, так сказать, на скальной, и в папирусах, а вот именно древнегреческая и древнеримская литература, с нее все и началось. Предлагаем, собственно, 20 секунд каждому из вас, для того, чтобы проверить, как вы умеете быстро, внятно, и самое главное, понятно для себя. У вас готов секундомер? Конечно. Так. Название будет «Геракл освобождает Прометея». И дать 3-4, поехали. Много еще подвига совершил Геракл, и имя его прославилось по всей Греции. Когда Езон построил быстроходный корабль «Арго» и созвал героев Греции, чтобы плыть за 3 моря, а в Колхиду добывать золотую руну, могучий Геракл отправился в поход вместе с отважными эргонавтами. Но по дороге на одной из стоянок «Арго» у берега неведомой земли Геракл ушел далеко в прибрежный лес. Стоп! В лес ушел. Так, а вот этот момент мы не уточнили. А нужно четко и с интонацией прочитать, как Таня, или можно как с короговором? Яна должна потом рассказать, о чем она прочитала. А, еще нужно вспомнить. Конечно. А, да, да, да. Я же сразу вам сказала, вы должны запоминать, что будет происходить. Покажите, где вы закончили. В лес пошел Геракл. Замечательно. То запятой. Третий абзац. Так, в лес. Так, секундочку, подготавливаюсь. Давненько не было у меня скорочтения. Секундомер подготавливаю. Так, ой, простите. Вот, все, поехали. Геракл ушел далеко в прибрежный лес. Не вернулся вовремя на корабль, и аргонавты отплыли без него. И Геракл сухим путем отправился вглубь страны и скоро пришел в горы. Дикий и величественный край открылся перед ним. Гридою встали высокие горы у подножия, поросшие частым лесом, а на вершинах покрытые вечными снегами. Чем выше поднимался герой, тем суровее и неприступнее были горы. Наконец. Наконец. Так неинтересно. На скорость ничего не усваивается. На самом деле есть специальные даже школы по скорочтению, когда вы, а, отрабатываете риторику, б, отрабатываете вашу дикцию. То есть это на самом деле очень интересная наука, которая, ну, наверняка вам она точно интересна, а тем, кто придет к нам на Артберег, она будет, по крайней мере, интересна для того, чтобы первый раз попробовать. Хорошо. Хорошо. Будем подводить итоги или так решим? Победила дружба. Мне кажется, да, вы коллеги. Победила дружба. Ну, победил Смол, который поделился с тобой пиджаком. Вот, да. Чтобы ты не замерзла. Благородство в Смоле есть. Ну что ж, еще раз приглашаем всех. Сегодня, с сегодняшнего дня, по четвергам всегда будут прочтения. Да, это будет на Артберегу, в Артбеседке. Артбеседка – это замечательное место такое, уединенное на нашей левобережной набережной города Красноярска, рядом с Белым мостом, ведущей к Центральному парку. Есть также указатели, можно найти легко. Все будет 2 июня с 6 до 9 вечера. Да, и не сказала про то, что будет расписание, можно будет посмотреть в нашей группе ВКонтакте и в группе Артберега. Супер, спасибо. Хорошо, спасибо огромное Ирина Семенихина, заместитель директора по развитию Центра продвижения молодежных проектов «Вектор», сегодня побывала у нас в гостях. Пока Александр Смол будет рассказывать вам информацию, мы с Таней почитаем про царство бебриков. Были такие.